Восставший из пепла Восставший из пепла Восставший из пепла Служил в черных бессмертных гусарах 5-го Александрийского полка Сражался за веру царя Отечества в армии Колчака В 1920 году Петрушевский из Владивостока эвакуировался на остров Ява Где с 1921 года работал в горном департаменте в отделе геологии В 1945 году получил звание геолога-практика Вулканолога Он говорит, что он изъездил, исходил и облетал Яву, Суматру, Борнео, Бали Имел в своем чинении в кавычке 130 вулканов Кстати, один из вулканов на острове Ламблен Это малые зонские острова В честь него был назван Петруш Так его назвали местные жители Изучал голландский, малайский языки Заочно окончил парижские военно-научные курсы генерала Головина В 1950 году Владимир Александрович вышел в отставку Уехал в Австралию Поселился в Сиднее Где занялся собиранием старинных русских монет и редких книг Большую коллекцию собрал Петрушевский входил в состав 14 общественно-политических, церковных, военных и казачьих организаций Был почетным председателем Союза инвалидов в Австралии Собирал средства для помощи пострадавших на фронтах Первой мировой и гражданской войны Кстати, даже умирая, он завещал положить в Федеральном соборе подписной лист Чтобы в день его похорон вместо венков и цветов Его друзья жертвовали деньги на помощь инвалидов Такой человек был глубоко религиозным человеком Убежденным монархистом, видевшим возрождение России По становлению сильной имперской власти Той власти, к которой он бескорыстно служил всю свою жизнь Писал много, его в патриотических стихах воспевается прошлое России Выражается надежда на возрождение монархии Уже посмертно австралийский корпус императорской армии флота Издал поэтический сборник, где главное место отведено разделом Государь и Россия, Россия и Абулум Он был верным солдатам своего императора Сына своего народа, рыцарем белой мечты Умер в 1961 году в Сиднее 30 августа Чин отпевания совершил архиепископс Сиднейский и Австралийский Собор на сослужение со всем духовенством Кафедрального собора Святого Петра и Павла Похоронен на русском кладбище Руквуде Вот так кратко биография А теперь я хотел бы почитать немножко его стихотворение Я поздно родился на целое столетие Моей душе мила родная старина Тогда бы видел я не ужас лихолетия А славу Родины во дни Бородина Тогда поступил в Париж, где русские знамена Так гордо веяли, забыв Москвы и пожар Поставил часовых в дворец Наполеона Из бравых усачей и топлестных гусар В бою перед врагом, не ведая бы страха Я на защитный цвет смотрел, как на обман И в дни лихих атак, как и во дни Кацбаха Горел на мне всегда блестящий Даламан В честь рыцаря храня, не видел бы Агази Мой враг бы не взлетал, как хищник в облака И на груди моей, как трещина на вазе Покоились следы дамасского клинка Тогда бы не видел я печальных дней свободы Всю грязь предательства и весь позор имен Кошмарный большевизм, продукт последней моды Как полудики джаз и платье до колен Невольным я бы не стал поклонником Байрона Влюбленный в красоту давно минувших лет Я ненавижу мир, упавший до Черельстона Который заменил прелест на Минуэт И жизнь моя была так сказочно прекрасна Я знал бы цель ее, Россия, царь и бог Если б умер я, то умер не напрасно За Родину в бою отдав последний вздох Тогда бы я не влачил печальных дней изгоя Как тень минувшего, как бывший человек А гордо бы стоял в рядах родного строя Я поздно родился на целый ровный век Такое патриотическое стихотворение Писал он в 1927 году Еще одно стихотворение Написано в 1923 году Их императорским высочеством Августейшим дочерям государя О том проклятых и ужасных Погибнуть были вы должны Четыре девушки прекрасных Четыре русские княжны Одна была вина за вами Любовью к Родине горя И его были дочерями Как черри русского царя Ваш взгляд молитвенно лучистый Последний в жизни взгляд очей Сказал, что вы душою чистой Простить сумели палачей Последний вздох Утихли слезы Исчезла жизнь и суета Четыре царственные розы Прошли через райские врата Да, вот такое стихотворение Посвященное императорским высочеством Дочерям государя Еще одно стихотворение Писано в 1922 году Называется оно Владивосток пал Корабли, корабли, корабли Сколько вас в безграничном просторе Это дети несчастной земли Уплывают в открытое море Пал последний родимый клочок Где трехцветное рейло знамя И надежду России В восток революции В окном пламя Пал последний российский этап Где еще сохранялась святыня Белых нет на Руси уж солдат И в руках коммунистов твердыня Над волнами спустился туман И окутал он русские души Курс держать на Корею Агинзан Но дадут ли дойти им до суши Корабли, корабли, корабли Много вышло вас в Синее море Это беженцы русской земли На чужбину везут свое горе Да, грустное стихотворение Как раз из Владивостока Он эвакуировался на остров Ява Ну и вот выборочно Из стихотворения Завет Я умру, как и все в Поднебесной В Богом точно назначенный год И в могиле глубокой и тесной Свой последний закончу поход Мне цветов на могилу не надо Лучшая горсточка русской земли То для воина будет награда Мнить себя от родной не вдали Все равно не вспомнит потомок Что лежит здесь в России певец Для него я былого обломка До печальной страницы конец Но когда разойдутся туманы Станет Русь наша снова святой Рифм воздушных моих караваны Кто-нибудь да прочтет со слезой Написал на стихотворение в 1955 году И последнее стихотворение Которое я хотел бы вам прочитать Это стихотворение называется Памяти Государной Императрицы Как грешны мы пред тобой Как мы должны тебя любить Какую горячую слезой Вину мы можем искупить Как про тебя все дерзко лгали Как не могли тебе понять Как в невозможном обвиняли Царицу, женщину и мать Когда бы мы с пролитой кровью И с мукой всех последних лет Могли к святому изголовью Послать прощальный наш привет Просить как милости прощения Простишь ли ты, царица, нас За клевету и оскорбление За свой последний в мире час О да, слезам ты знаешь цену С душой кристальной чистоты Ты нам позорную измену Простишь с небесной высоты С твоей терновой короной Ты носишь святость и печаль И нашей северной Мадонной Судьба тебе пророчит стать А Русь, сожженная средь леса В атакой каторжных убийц Тебя немецкая принцесса Почтит царица из царицы Ну, наверное, все Вот немножко я вам рассказал О Владимире Александровиче Петрушевском Русский офицер, геолог, вулканолог Поэт Первой мировой войны Все, всем пока, всем привет До свидания Это была книга Анатолия Соколова Поставшая из пекла Поэты Первой мировой войны Пока-пока, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok